Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас новый выпуск, посвященный биографии одного из героев Кавказской войны черкесских, адыгских. Речь пойдет о Кызбече, известном российской публике, наверное, в качестве прототипа Кызбеча, но об этом поговорим ниже. Итак, Кызбеч Тугужуко Шеретлуко. Он родился в 1777 году в семье Шапсувского, как пишут, князя, ну, скорее всего, имеется в виду орка первостепенного шапсувского Тугуза Ильмешуковича Шеретлукова. И вообще, в принципе, Шеретлуковы были одним из крупнейших аристократических родов, семей среди шапсувков. Значит, родился он в ауле Бианеш на реке Адагум. Это современный крымский район. Значит, что известно, в общем-то, о его ранних годах? Известно, что он участвовал в Бзюкской битве в 1796 году, тогда ему было 19 лет, и там он чуть было не лишился головы. Только в случае его спас, он отделался глубоким шрамом, который остался на всю жизнь. И что самое интересное, здесь не очень понятно, на какой стороне он сражался. По-хорошему, дело в том, что именно семейство Шеретлуковых было тем семейством, которое, в общем-то, своими действиями довело до крайности уже начавшееся трение между свободными крестьянами Тфокотлями и аристократией, вот именно как раз у шапсугов, которые привели к восстанию против аристократии, изгнанию аристократов шапсугских, которые бежали к бжедугам. И, в общем-то, Бзюкская битва – это финал вот этого противостояния, в котором сошлись князья бжедугов вместе с изгнанными шапсугскими аристократами против простого народа. И в этой битве, ну, хоть и победили, условно говоря, княжеская партия, но это была такая первая победа, ничья, по сути. С огромными потерями шапсуги все-таки смели удержать свою независимость, а аристократы не вернулись в страну. В данном случае непонятно, Шридлук к избе, что он сражался на стороне своего рода, против народа, что сомнительно, учитывая его дальнейшую биографию. Либо он в этой битве перешел на сторону как раз-таки крестьянства. Вместе с крестьянами сражался против своих же, получается, родственников аристократов. И потом ему просто разрешили вернуться в шапсуге на равных, как и многим, кто пошел на условия перемирения и принятия законов о равенстве в народе. Итак, ну вот первая такая была стычка. Но славу свою приобрел Казбич уже позже несколько. Значит, примерно начиная с 1810 года, когда он начал вводить свои первые крупные набеги на кубанскую линию. Это вот именно то время, когда начались столкновения активные между казаками, которые делали набеги в глубь черкесских территорий, и, в свою очередь, черкесы делали набеги на правую сторону Кубани, разоряли станицы. То есть, начало вот этой войны такой линейной. И почти все крупные набеги того времени, с 1810 по 1839 годы, связаны с его именем, так или иначе. По всей видимости, первый опыт он получил во время нападения на Ольгинский пост в 1810 году, когда они изрубили отряд полковника казачьего Льва Тиховского, который защищал этот редут Ольгинский малыми силами во время этого нападения крупного. В общем-то, у казаков этот Тиховский стал таким святым герой. Тиховские повиновения они проводят на Ольгинском редуте в память от этого Тиховского. Естественно, там все преувеличивается в плане, что он как 300 спартанцев отбивался от огромных ворд. Действительно, человек как бы сражался с превосходящими силами противника и храбро упал, защищая, в общем-то, свои станицы. Но здесь есть некоторые, скажем так, преувеличения. Демонизация врага, скажем так. Ну и непонятна цель, в общем-то, поскольку, учитывая вот эту двухстороннюю войну, кто именно был инициатором, кто первый из них напал. То есть сначала со стороны Ольгинского редута пришли на ту сторону и черкесы делали ответный набег. Или это все-таки были первые черкесы, тут не очень понятно. Из более-менее крупных набегов можно упомянуть, допустим, начало 1830 года, когда Кызбич собрал крупную партию всадников, около 5000 человек, с целью напасть на Елизаветинскую и оттуда, соединившись с еще одними партиями, сделать нападение вообще на Екатеринодара. У него получилось собрать такую партию, они добрались до станицы. Неожиданно встретили отпор большого казачьего отряда, который оказался там. Они этого не ожидали. И у них были еще и у казаков артиллерийские пушки, что, в общем-то, решило исход сражения. Ну, шли позиционные бои на улицах станицы. Бой этот длился около шести часов. И подошедший отряд полковника Бескровного, казачьего полковника, окружил, в общем-то, Кызбича, войска Кызбича в этой станице. И, несмотря на подкрепление у черкесов 2000 всадников, так как раз то, которое должно было идти на Екатеринодар, Кызбич вынужден был уйти с потерями за Кубань. Через несколько месяцев он повторил ту же самую попытку, набрав 3000 всадников. Но удачи также не добился. Но очень серьезно потревожил казаков и разорил станицу. В 1934 году Кызбич дважды громил российские отряды именно регулярных войск. Тогда, в это время, генерал Велиминов активно строил Геленджикскую кордонную линию и Черноморскую. Кызбич, естественно, нападал на эти отряды, которые проходили по этим линиям. В одном из таких сторожений он примерно 2000 всадников имел и сумел задержать 14-тысячный отряд, который растянулся на этой линии. Около Абинского укрепления и прерывал возможность ему соединиться с подмогой. Потому что прямого столкновения тогда черкесы не выдерживали. То есть регулярными войсками в силу наличия у них артиллерии. В том же году был такой необычный эпизод. Тоже он 1200 всадников собрал и встретился там. Ну как-то по пути шел в набег. Солкнулся с малочисленным отрядом казаков. Там, как говорят, проявилась вот эта его привычка жить по Оргхабзе, по законам. То есть такой рыцарский немножко подход к войне. Он, скажем так, видя, что перед собой малое количество этих казаков в отряде, основную часть сил отвел всадников, а оставил равное количество всадников, равное количество казаков. Свел силы на равное количество людей из своих стартов. И как бы представил это так, что если казаки выиграют, то они могут быть свободны. Ну, казакам тогда не повезло. При этом Кэзбич выступал не только руководителем походов, но и своим личным героическим примером заражал наездников. То есть выступал как одиночка. В начале июня 1937 года он как раз-таки в одиночку напал на стражу Николаевского форта, это ныне Станица Шапсукская, захватил в плен солдат и взял арсенал с девяти винтовок. В рапорте начальника, допустим, Георгиевско-Афибского укрепления 22 апреля следующего 1938 года написано, что адыги во главе с Кэзбичем не давали покоя укреплению. Постоянно нападали на поваров, на фуражиров, древосеков, ну, разные. И чуть ли не ежедневно, даже бывало и по нескольку раз в день. То есть не давали вообще спокойно существовать гарнизону. В том же году Кэзбич совершает жестокий набег на малочисленные аулы адыгов-жаневцев, которые тогда, остатки их проживали на Курокубанском острове, и сейчас этого острова нет, в районе Славянска на Кубане. И нападал их, разорял он, потому что они давно уже присягнули на верность российскому правительству и были проводниками для казачьих отрядов вглубь Черкесии. Даже несмотря на то, что пришла подмога от казаков, в общем-то, женевские аулы не смогли уцелеть, он их разорил. В октябре 1938 года Кэзбич получил несколько тяжелых ран в одном из набегов. К тому времени многие из его сыновей уже пали жертвами войны, и в этом сражении еще один погиб. И вот это обстоятельство описал очень хорошо Джеймс Белл, который как раз после этих сражений встретился с ним в горах Геленджика, как раз он там в это время ездил, встречался с черкесами и туда заехал. Там собрание они собирались какое-то делать, общечеркесское. И туда тоже приезжал Кэзбич. Вот он общался с ним и запечатлел, что как бы вот тот факт, что его сыновья погибли на войне, в общем-то, не как-то не растрогало Кэзбича. Он не переживал по этому поводу и смотрел на смерть, как на такое предопределение свыше, считал, что они пали как бы священными мучениками войны и попадут в рай, и как бы ничего тут страшного в этом нет. Он описал психологический портрет, суровый вид его, очень жесткий, то есть своего рода викинг он был. Человек, который всегда радовался именно войне, военным действиям, набегом, был очень суровый, но в то же время любил, когда какие-то мероприятия черкесские шли, там танцы, музыка, он петь, танцевать очень любил при этом. То есть он как-то развлекался. Для него было важно, что слава в набегах, именно получение славы в набегах и жизнь вот такого вот сурового викинга, про которого будут слагать легенды, сказания, песни в данном случае у черкесов. И между походами он просто танцует и отдыхает. И даже есть такое упоминание, что якобы, когда ему сказали кто-то из мусульман, видимо, хаджи, кто-то из таких правоверных мусульман, которые строго придерживаются ислама норм, а может быть кто-то из турок, когда сказал ему, что не положено для настоящего мусульманина танцевать и петь песни. На что Казбич ответил, что зачем мне такой рай, если в нём нельзя петь песни. Ну это такая вот то ли байка, то ли правда, она ходит действительно. То, что Джеймс Белл не только пообщался с Казбичем, но и нарисовал его портрет. Этот портрет он передал ему лично. И позже, спустя некоторое время, вот когда русские генералы пытались наступить переговоры с Казбичем, переманить его на свою сторону, потому что очень уважали его как лидера такого именно военного. И в том числе император Николай I через своих генералов обращался к Казбичу, пытаясь купить у него этот портрет. Но Казбич отказывал вообще в переговорах. Он презрительно относился к русским, считал их противником своим таким жестким, с которым можно только сражаться. Поэтому портрет остался у него. Ну и естественно, экспликация, копия этого портрета у Джеймса Белла осталась. Он ее опубликовал в своей книге. Существует также история, что Казбич получил приветствие лично от египетского султана, который тоже хотел его нанять на свою службу, он ему отказал. Это действительно имеет под собой историческое обоснование, поскольку Казбич, он дважды, насколько известно, ходил в хадж, в Мекку, и там имел возможность общаться с египетским султаном. Но нужно понимать, что несмотря на то, что он ходил в хадж, то есть он ввелся как правоверный мусульманин, очень уважаемый человек, в то же время он соблюдал аддаты, которые не противоречили исламу. Именно поэтому у него такая двойственность. То есть и классические аддаты устройства общества, и в то же время ислам он принимал, но все в меру, как бы гармонично. К Казбичу также приписывали мистические черты. Дело в том, что считалось, что он чувствует, какой поход станет успешным, а какой нет. И в последнее, естественно, в гибельное не вступает. Особенно популярность такое мнение сложилась после катастрофической гибели адыгского черкесского отряда в Калаусском сражении в 1821 году. Тогда многотысячный отряд адыгов намеревался сделать набег на правую сторону Кубани, в районе как раз Славянска на Кубани. Казбич тогда отказался категорически в нем участвовать, сказав, что, скорее всего, он чувствует, что этот поход не будет удачным. И так получилось, что они переправлялись ночью через Кубань, недалеко от Лиманов. Казачий генерал Власов обнаружил их партию, их там около 2000 всадников было во время переправы. И, имея малое количество казачьих отрядов, он применил такую военную хитрость. Он на довольно длинном расстоянии зажег факелы, запустил фейерверков, что-то такие. То есть, устроил такой фаер-шоу вдоль реки на большом расстоянии, так, что получилось, что казалось, как будто там огромная армия растянулась и идет навстречу. Естественно, черкесы в процессе переправы ночью, увидев это факельное шоу, подумали, что массовый отряд навстречу идет и сейчас их разобьет. И с одним из них началась паника. Они начали отступать хаотично, давить друг на друга. Отступление шло в Калаусский лиман, а он такой хитрый. Лиман, если по нему идти, он будет вроде бы как неглубокий. И, естественно, вся эта масса потянулась через этот лиман. А там в какой-то момент более жидкий ил начинается и просто засасывает людей. Естественно, всадники попали в топкое место, ночью, давили друг друга сзади, не могли отступить. В этой давке, в общем-то, все войско и погибло. Практически там единицы буквально спаслись. Наутро там весь лиман был заполнен трупами лошадей и людей. И после вот этого мистическая слава Кэсбеча, она возросла, как человека, который предугадывает исход сражений. Умер Кэсбеч через некоторое время после одного из набегов в конце 1839 года, который получил несколько глубоких достаточно ран смертельных. Но была еще такая версия, что он это пережил, а погиб в следующем году, во время массовых нападений в 1940 году на разные форты на Черноморской и Генжитской линиях. И настолько сильный был образ вот этого воина, такого священного, непобедимого. Он еще же выезжал на белом всаднике, всегда форсировал перед войсками русскими напротив, как будто бы он не боится пули и пушек. Ходил вот гордо поднятой головой перед пушками русских. И, естественно, о нем ходила слава, как такого святого вообще, которого пули не берут. И еще долгое время, во время набегов крупных, когда вот эта свара, сражение идет, многим адыгам меречился этот образ, что Кэсбеч идет, что он не погиб, сейчас где-то там подойдет и всех их улечет за собой, что воодушевляло только всадников. Причем еще при жизни Кэсбеча народ сложил о нем множество боевых песен, славных, которыми возбуждали джиглака джигитов во время нападений. Кэсбеч очень любил петь эти песни о себе при жизни еще. Память об этом воине жива и по сей день в черкесском обществе. В мае, допустим, 2018 года в ауле Афипсиб торжественно открыт памятник, созданный скульпторами на основании как раз-таки портрета Джемса Белла. Прямо в центре аула стоит этот памятник. Что касается, в общем-то, вот той легенды, связанной с Лермонтовым, да, есть мнение, что он, Кэсбеч послужил прототипом Казбеча. Но прототипом в каком плане? Ну, может, какие-то характеристики личные и имя. Более там ничего общего с историей реальной Казбеча нет. О чем, в общем-то, сам признавался Лермонтовым. Он так говорил, что, ну, когда его спрашивали, Казбеч откуда это имя, он говорил, что да, я слышал про некого Казбеча, который в Закубане, там, на Ликубанской линии из шапсугов происходит и постоянно фланкирует перед нашими войсками, как непобедимые, как будто его пули не берут, с гордостью и таким презрением ходят перед русскими пушками. Слышал я о таком, но вряд ли это он. Вот. Намекнул просто, что он взял имя. Кстати, в одной из моих экскурсий, во Фипси-Пипси-Тук, я как раз-таки провожу ее мимо от памятника Казбеча и рассказываю о нем так же. Можете записаться на эту экскурсию. Информация в описании к ролику будет, как это сделать. Ну и на этом все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте и до новых встреч. Всем пока.